Мастерство, таланты, вдохновение – название выставки, которая точно описывает работы педагогов и учеников художественной школы. В честь ее 50-летия в художественной галерее собрали более 200 уникальных работ из сокровищницы фонда. Карикатуры, натюрморты, пейзажи, картины из пластилина, текстильные коллажи, созданные за последние пять лет. За последнее время было выполнено колоссальное количество работ. Здесь показана очень незначительная часть этих работ. Но мы так поступили, потому что очень важно, чтобы юный художник видел плоды своего труда, своего творчества, что его работа востребована, что пользуется успехом. Поэтому мы сделали именно такую выставку. Выставка будет полезной тем, кто только собирается начать обучение. Юным саровчанам и их родителям. Под каждой работой указан возраст автора и преподаватель, что позволяет оценить уровень мастерства, которого можно достичь в определенный год программы, а также стиль каждого педагога. У кого-то более конструктивное рисование, у кого-то более пастозное. Где-то очень активный цвет, где-то, наоборот, очень сложность цветовой гаммы. Поэтому, если так проследить, то, в принципе, этот почерк будет прослеживаться. Это какая-то личная характеристика, она будет угадываться и в работах детей. Но это не значит, что дети слепо следуют тому, делай, как я, делай, как я. Конечно, у них появляется индивидуальность. И мы стремимся к тому, чтобы работы на выходе имели характерные особенности ученика. Работы каждого художника и правда пропитаны своей атмосферой. Многие ученики художественной школы поступили в престижные вузы страны, добились высот в искусстве. Одни стали иллюстраторами, другие – дизайнерами, третьи – преподавателями. Татьяна Кирюшкина – одна из первых выпускниц. Школа уже начала работать, а самого здания художной школы не было. Был спальный корпус первого интерната. Мы работали, по-моему, на третьем этаже. Арзамас-16 – маленький город. И вдруг кому-то пришла светлая мысль взять и создать школу, такую школу. И, вы знаете, сегодня мы традиции вот этой старой классической школы, мы их сохраняем. Я надеюсь, что нам это удается. Татьяна Михайловна с гордостью рассказывает о своих учениках от мала до велика. Кто-то пока делает первые шаги в мир искусства, а кто-то находит в нём своеобразную отдушину, вне работы и бытовой суеты. В учреждении есть взрослое отделение, где саровчане от 18 до 90 лет могут профессионально обучиться рисованию карандашом и кистью, освоить техники акварельной и масляной живописи. Посетить юбилейную выставку художественной школы в стенах художественной галереи можно будет до конца марта. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.